Так, Эльмира поставила плюсик, слышно, видно. Игорь пишет. Отлично, окей. Арина. Окей, я полагаю, что всем остальным тоже слышно и видно нормально. Давайте я еще раз представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Татьяна Глушкова, и я автор онлайн-курса медицинского английского «Смотри, читай, говори». И в первую очередь этот вебинар посвящен проекту, который назывался «21 день, чтобы сформировать привычку заниматься английским регулярно». Мы создали отдельную группу специально для тех людей, которые хотели бы, но никак самостоятельно не могут это сделать и пытались вместе со мной «21 день» заниматься. Для начала, пожалуйста, поставьте плюсики те, кто пришел с этого проекта, кто принимал участие в нашей закрытой группе в проекте «21 день». В нашей группе было больше 140 человек. Не все принимали активное участие, но я очень надеюсь, что вам удавалось хотя бы как-то соприкоснуться с тем материалом, который мы вместе проходили. Карина принимала участие, Марьян, я помню, тоже принимала участие. Другие. Напишите, пожалуйста, если вы принимали участие, поставьте плюсик. Если вы не принимали участие, поставьте, пожалуйста, минус, если вы не были участниками этого проекта. Ольга принимала. У нас есть еще Наталья, Виктория, Игорь, Елена, Мария и Эльмира. Эльмира не принимала участие, Мария тоже. Игорь нет. Ольга. Окей. Ну, тем, кто не принимал участие, какой-то материал может быть более новым, потому что в процессе трех недель мы старались как-то соприкасаться с этой лексикой, грамматикой, поэтому кому-то будет чуть легче, кому-то будет чуть тяжелее. Но это не страшно, мы как-нибудь вместе это осилим. Итак, давайте сейчас я переключусь на презентацию, и мы с вами начнем заниматься, так как я вам приготовила много интересных заданий. Сейчас мы вместе с вами их сделаем. Это у нас такой условный вебинар, фактически это такое интерактивное занятие будет. Только секундочку, сейчас я переключусь на презентацию. Теперь, пожалуйста, мне поставьте пятерочки, если вы видите презентацию. Давайте я сразу переключусь на вторую страничку, и вы мне скажете, видите ли вы картинку с надписью. Пятерочка. Эльмира, Пятерочка, Игорь, Мария, Ольга, отлично, все видят картинку. Кто был на первом нашем вебинаре, наверняка эту картинку помнят. Это одни из моих любимых таких мотивационных картинок и изречений, поэтому давайте еще раз посмотрим, что здесь написано, и вы мне выразите свое мнение, согласны вы с этим или нет. И сейчас я вам покажу следующую картинку, где есть варианты, как можно выразить на английском свое согласие или не согласие. Если вы согласны, вы можете выбрать один из трех вариантов. Если вы не согласны, у нас есть еще больше вариантов для несогласия. Выберите любой из них, или может быть вы согласны частично. Тогда напишите I agree with you up to a point, but и выразите свою какую-то мысль. Согласны ли вы с тем, что успех – это не точка назначения, это путь? Окей, жду ваших ответов. Если вы согласны, выбирайте любой из вариантов. Если не согласны, тоже выбирайте любой из вариантов. Заодно у вас есть возможность потренировать разговорный английский. Ольга написала I completely agree. Окей, я совершенно согласна. У нас сегодня не одна Ольга, у нас сегодня как минимум две Ольги. Пишут еще одна Ольга и Игорь, и Виктория. Сейчас мы посмотрим ваши ответы и перейдем к следующему слайду. И пока другие участники пишут, я перейду к следующему слайду и покажу вам другую мотивационную картинку. I'm sorry, but I completely disagree, написала Виктория, что не согласна с тем, что это долгий путь. То есть все-таки хочется прийти к успеху покороче. Окей, Карина написала you are absolutely right. Окей, давайте посмотрим на следующую картинку. Это опять на ту же тему, на тему путешествия. Например, я совершенно согласна и с первой картинкой, и со второй, что успех в любом деле, в любом деле это процесс. Это не конечная точка, особенно если это касается языка, языка иностранного, потому что хотите вы того или нет, вам придется его развивать всю жизнь. Безусловно, какой-то хороший фундамент заложить можно за определенное время, за год, за два, скажем. Но всю жизнь вы будете находить что-то новое, какие-то новые конструкции, новую лексику и так далее. Но самое главное, учитывая, что это процесс, сделать первый шаг. Сделать первый шаг. И еще один важный момент, и я еще раз подчеркиваю, и подчеркивала это на проекте, что у каждой движется в своем темпе. У кого-то есть такие обстоятельства, что нужно очень быстро выучить большой объем английского, медицинского в том числе, потому что есть экзамены или предстоит какой-то фэллоушип за границей. Для кого-то эти перспективы, они более отдаленные, можно заниматься в своем темпе. И самое главное, в любом случае запомнить, что самое главное что-то делать, двигаться вперед, а не стоять на месте. Даже если вы движетесь на данный момент с небольшой скоростью, вы все равно придете к успеху. Вы все равно идете дальше, чем вы бы ничего не делали. И последняя моя любимая картинка на эту тему, что всегда есть часть ваша в процессе обучения, и она очень важна. Недостаточно ходить на курсы, недостаточно заниматься с преподавателем, очень многое зависит от вас. И теперь мы переходим уже к самому языку, и здесь картинка с двумя китами, потому что у нас есть два кита в изучении языка, и это vocabulary and grammar. То есть словарный запас и грамматика. Обе эти части, они важны для того, чтобы освоить язык. Особенно медицинский язык, который непростой язык, и очень много разных грамматических структур встречаются, поэтому нужно делать акцент и на развитии вашего вокабуляра, и на улучшении ваших грамматических знаний. Чем мы сегодня и займемся. Кто был на первом вебинаре, вы, наверное, уже видели эти шаги, которые мы делаем для того, чтобы читать эффективно. В первую очередь мы ищем глаголы и структуры, которые от них образованы, так как в них заключается часто смысл предложения. И стараемся запоминать сразу предлогами. Многие глаголы требуют определенных предлогов. И это некрасиво, если вы их путаете, или даже может менять смысл предложения. Второе. Мы ищем частотные слова. Напишите, пожалуйста, и как вы понимаете, что значит частотные слова. Что значит частотные слова. У нас есть небольшая задержка между трансляцией и чатом, поэтому я жду ваших ответов, когда вы мне напишите, как вы понимаете частотные слова. Что такое в вашем понимании частотные слова. Слова, которые часто встречаются. Абсолютно верно. Виктория написала правильно, которые часто встречаются. И мы в первую очередь делаем с вами акцент на частотных словах. Это тот скелет, это та основа, которую вы должны запомнить в первую очередь. И уметь находить эти слова в текстах и запоминать. Карина написала, да, те, которые часто встречаются. В нашем случае в медицинской литерации. Правильно. Это у нас второй пункт. Третий пункт. Мы ищем колокации. Колокации это устойчивые выражения, которые употребляются только так и никак не по-другому. Обращаем внимание на служебные слова. Какие артикли употребляются перед существительными. Какие соединительные слова. И так далее. Грамматические конструкции. Иногда это совпадает с глаголами и их временами. А также смотрим, какие бы синонимы мы могли здесь использовать. И наоборот, какие могли бы подобрать антонимы. Так легче запоминать. Окей. И для тех, кто был на проекте и вообще для всех, там, кстати говоря, у нас здесь под презентацией можно скачать очень полезный учебник. Ferris Clinical Advisor. И в нем очень много нозологий. И все они даны на английском в очень удобном формате. И обычно формат такой. Определение какого-то заболевания. Дальше какие-то эпидемиологические данные, демографические данные, клиническая картина, этиология, диагноз и лечение. И мы в течение 21 дня много говорили и смотрели примеров, переводили примеры на определение разных заболеваний. И какие у нас могут встречаться частые слова. Определение по-английски это definition. И вот мы сейчас с вами потренируем слова, которые используются при описании определения. Давайте попробуем. И вы переведете сейчас сами заболевания характеризуемые. Напишите, пожалуйста, по-английски, как бы вы сказали заболевания характеризуемые. Очень часто так начинается каждая нозология или каждая статья. Например, сердечная недостаточность это заболевания характеризуемые. Или, например, железодефицитная аммия это заболевание характеризуемые. И так далее. Я жду ваших ответов на вашего перевода этого словосочетания. Очень часто. Очень часто. Если будут сложности, я вам подскажу и мы разберем вместе. Кто знает, как перевести в определение заболевания характеризуемые. Я подскажу, может быть, как пишется глагол характеризовать в активной форме. Но здесь он у нас должен быть в посерии. Должен быть в посерии. Глагол to characterize. Ольга написала. This is characterized by. Сути присоединилась, я вижу. Да, Сути, в этот раз я вас узнаю. Сути и Карина пишут. This is characterized by. Заболевание характеризуется. Давайте подумаем. Пока еще. Hello. Hello, Сути. Good evening. Пока остальные пишут, давайте подумаем. По сути, вы написали правильно. This is. Это заболевание характеризуется тем-то. Правильно выбрали предлог. Абсолютно. Characterized by. Взяли passive. Но если я не говорю, что это заболевание характеризуется, а говорю, что заболевание характеризуемое, что нужно убрать. Карина написала. This is characterized by. That's right. This is characterized by. Я подожду еще несколько секундочек, и мы с вами разберем еще раз это словосочетание. Если это не законченная мысль, то мы глагол to be здесь убираем и пишем просто третью форму глагола основного. Характеризуемое. Characterized. И для себя просто запомните. Какой-то процесс, характеризуемый чем-то, заболевание, болезнь характеризуемое, это characterized by. Без глагола to be. Если это не полное предложение. Окей, и давайте посмотрим, как обычно пишется, как обычно пишется в справочниках. A disease обычно ставится неопределенный артикль. Это вот тот случай, когда я сказала, что мы обращаем внимание на служебные слова. Почему a disease? Потому что это некое заболевание. Одно из заболеваний, характеризуемое чем-то. Characterized by. И у нас еще один, есть еще один пример. Заболевание вызываемое. Заболевание вызываемое. И мы возьмем глагол в активе. Это будет глагол to cause. Я вижу, что Ольга написала тоже. Сейчас я напишу следующее. To cause вызывать – это актив. И мы составляем в пассиве заболевание вызываемое. Опять обратите внимание, что это некое заболевание. И вызываемое не должно списаться с глаголом to be. This is, в случае написала, правильно. Не забудьте ставить артикль. Некое заболевание. A disease caused by. И Мира написала. Только disease. Спеллинг, да, подправить надо. Disease caused by. Ольга написала. A disease caused by. That's right. Ну, и, кстати говоря, часто в английском языке мы не пишем, не ставим запятую. Часто не ставим. Просто пишем a disease caused by, a disease characterized by и так далее. И в обоих случаях у нас предлог by. That's right. И Мариам написала правильно. Отлично. Пишем следующий перевод. Пишем следующий перевод. Второго словосочетания. Карина написала. A disease caused by. Ольга пишет. A disease caused by. That's right. Правильно. Только не забывайте. Когда вы пишете это некое заболевание, нужно обязательно поставить неопределенный артикль. A disease. A disease. И мы переходим с вами к следующему слайду. И давайте еще раз здесь делаем акцент на грамматике. Так как мы с вами договорились, что у языка есть два кита. Это словарный запас и грамматика. С точки зрения грамматики. Что за форма? Characterized. Cause. Что это такое? На первом семинаре, кто был, мы с вами разбирали причастия. Говорили, что существует два вида причастия. На английском они называются participle one и participle two. А на русском это действительные причастия и страдательные причастия. И вот здесь, послушайте, характеризуемое, вызываемое. Вот этот суффикс ем. Это у нас признак какого причастия? Действительного или страдательного? И как он, как эта форма образуется в английском языке? Причастие. Тути написала правильно. Это причастие абсолютно. You are absolutely right. Participle one or participle two. Страдательное причастие. Тути правильно. И в английском языке страдательное причастие. Это третья форма глагола. И как вы помните, все глаголы в английском делятся на правильные и неправильные. That's right. Ольга написала past participle. И давайте еще раз мерьте, посмотрим на слайд и повторимое. То есть действительно, как вы правильно ответили, это страдательное причастие. На английском participle two. Второе причастие. И это третья форма. По сути, это третья форма глагола. Третья форма бывает разная. Напишите, пожалуйста, как образуется третья форма. Для правильных глаголов, если вы знаете. И как образуется для неправильных. Как образуется третья форма для правильных глаголов. For regular verbs. И для неправильных. For irregular verbs. Для кого-то это возможность повторить грамматику. Может быть, если вы с этим не знакомы, немножечко тяжелее. Но я думаю, что вы справились. Иди. That's why. Или написали, что past participle это иди окончание. И третья колонка. Для неправильных глаголов это третья колонка. Совершенно верно. Совершенно верно. И Сути написала третий столбик. И Екатерина. И молодцы. Все написали правильно. Давайте еще раз визуально это запомнить. Что для правильных глаголов иди. Для неправильных это третий столбик. И давайте потренируем теперь другой вариант. Теперь нам нужно написать. Заболевание, возникающее в результате. И мы возьмем глагол, мы возьмем глагол, мы возьмем глагол to result from. To result from. Мы его на нашем марафоне обсуждали и встречали не раз. To result from. Поставьте его здесь в правильную форму. Это заболевание, некое заболевание, возникающее в результате. Заболевание, некое заболевание, не забывайте ставить неопределенный артикль. Если это некое заболевание, если конкретное это за-дезис, если не некоторое, одно из, это э-дезис. И нам нужно поставить какое-то из двух причастей. Оно у нас возникающее. Я жду несколько секундочек ваших ответов. По сути, нам нужно только выбрать. Это будет result плюс ed или result плюс ing. Давайте выберем. Это должно быть окончание ed или это должно быть окончание ing. Инговая форма или третья форма. Еще раз. Сути под правило написала. Э-дезис, некое заболевание. А теперь возникающее. Выберите это. Иди. Тут немножечко сложно, потому что по-русски он звучит как бы в таком пассиве. Но глагол to result from на самом деле будет вписаться в слинговой форме. That's right. Ольга написала правильно. И здесь, кстати, важно помнить, что это обязательно предлог from. Так как есть у нас еще один вариант. Result in. И это противоположное значение. Здесь у нас result from. Э-дезис, резалтинг, фрам. Давайте еще раз посмотрим на слайд, чтобы зрительно вы это закрепили. Э-дезис, резалтинг, фрам. Окей. И с точки зрения грамматики еще раз напишите для себя, что это первое. Participle one. Это первое причастие по-английски. И действительное причастие по-русски. Оно само как бы суффикс use должен быть. Действующее, делающее, возникающее. И образуется основа глагола плюс окончание или суффикс ing. Постарайтесь их почувствовать, эти два причастия. Давайте еще раз напишем, какие у нас были страдательные причастия. Это у нас было caused by, вызываемое, чаще всего суффикс ing. Или вызванное чем-то. Caused by и окончание или. И у нас еще было характеризуемое. Это у нас второе причастие, страдательное, по-русски вызываемое, или вызванное, характеризуемое. А активное причастие, это without me, с окончанием ing. ing. Возникающее. Если бы мы сказали, давайте для тренировки напишем вызывающее. Если бы я хотела сказать, заболевание не вызванное чем-то, а заболевание вызывающее. Или что там, Марьян написала совершенно правильно. Теперь напишите мне, пожалуйста, заболевание, вызывающее, ну давайте скажем, воспаление. Inflammation. Заболевание, вызывающее воспаление. Напишите мне, пожалуйста, перевод. И прочувствуйте, что это активное причастие, вызывающее. Возьмем глагол, тот же глагол to cause, но в активное причастие его превратить. И когда вы пишете, старайтесь проговаривать. Тогда вы еще раз, как бы еще активнее в свой мозг вводите информацию. И вашему мозгу легче запомнить эти слова. A disease, Эльмира написала, a disease causing, that's right, causing. Инговая форма. Тут я написала, тут я написала не причастие, правильно написала, но написала глагол. Заболевание вызывает. А мне нужно, чтобы было вызывающее. Активное, действительное причастие. A disease, Ольга написала, causing the inflammation. Или просто inflammation, да. Некое воспаление. Почувствуйте, Наталья присоединилась. Наталья очень активно работала на проекте нашем. Фактически каждый день писала, да. Молодец. Вот, все пишут, еще раз обратите внимание на spelling, как пишется, и почувствуйте разницу между каз и вызванная и казнь вызывающая. Окей, Наталья написала правильно, молодцы. А мы с вами переходим к следующему слайду. И еще у нас есть один вариант, с которого мы все продолжаем с вами говорить про decimation, про те слова, которые часто используются в секции, в разделе определений. Часто пишется, это заболевание, которое возникает в результате. Какая тут разница появилась, слово которое? Напишите, пожалуйста, какие два варианта, слово которое вы знаете. Ну, окей, два слова, которые наиболее часто используются, когда мы переводим русское слово «который». И мы будем составлять это предложение опять с тем же глаголом without from. Здесь оно будет в другой форме. Молодцы, все написали. И Катерина написала, which, Карина написала, и Мира. Сути, Ольга два, два варианта, Наталья два. Девочки еще раз повторили. Молодцы. Which и that. That's right. Вот теперь внимание. Возникает, мы сказали without, он будет всегда в активе. Не пытайтесь из него сделать пассивный залог. Он должен быть, либо в которые возникают. Вот здесь еще раз. Давайте. Это некое заболевание. That is. Которое. Я ставлю that или which. И дальше мне нужно поставить в правильную форму глагол result с предлогом from. Я бы написала. That's right. Сути написала правильную форму. И я с ней совершенно согласна. I absolutely agree. I couldn't agree more. The disease that или which results from. Results from. Как только появляется слово «которое», у нас должен стоять глагол. Стоять глагол, а не причастно. Должен стоять полный глагол. И давайте я вам покажу еще раз слайд, чтобы вы зрительно посмотрели, как это выглядит. И еще раз. На что мы здесь с вами обратили внимание? Мы обратили внимание на артикл. Что когда мы говорим «это некое заболевание», мы ставим неопределенный артикл. Обратили внимание, что «который» у нас есть два варианта. That или which. И обратите внимание, что я здесь подчеркнула окончание «эс». Напишите мне, пожалуйста, почему я поставила здесь окончание «эс». И пока вы пишете, я еще раз вам посоветую, если вы занимаетесь самостоятельно, старайтесь сначала каким-то цветом или подчеркиванием, или подсвечиванием выделять глаголы в первую очередь. Потому что они очень важны для понимания смысла предложения. Окей, я смотрю ваши ответы. Эльмира написала. Третье лицо, единственное число. Абсолютно правильно. Карина пишет, Марьян пишет. Наталья пишет. That's right. Я думаю, что Тути пишет. Я думаю, что вы все знаете это правило. Поэтому еще раз вам покажу слайд, чтобы вы его еще раз для себя помните. Итак, that или which мы можем мысленно заменить местоимением it. И мы знаем, что в Present Simple, he, she и it, у нас требуют присоединения к основе глагола окончания «эс» или «иэс». И вы написали совершенно верно. И это мы с вами поговорили, какие слова часто встречаются в разделе определений. Мы сказали, это глагол «to cause», это глагол «to result from», это глагол «to characterize» в его пассивной форме «to be characterized by». Это, пожалуй, самые основные. Сказали, что может быть причастие второе «to cause by», «to characterize by», причастие первое «resulting from» и глагол со словом «которое» или «который» «that result from». И мы переходим к следующему разделу. Следующий раздел обычно эпидемиология. По-английски это обычно пишется как «epidemiology and demographic». Это тот раздел, где мы говорим, сколько людей заболевают, говорим про «incidence of prevalence», говорим, что там женщины болеют чаще или мужчины болеют чаще, что в таком-то возрасте обычно начинается. И мы сейчас с вами опять посмотрим, какие часто встречаются слова. И давайте у нас следующее задание переведем. Женщины страдают данным заболеванием чаще, чем мужчины. И для начала мы составим с вами с глаголом «to affect». Здесь я вам такую картинку поместила, где разные пути и дороги, так как одну и ту же мысль в английском языке можно выразить разными словами и конструкцией. Когда вы встречаете русское какое-то предложение, подумайте, каким бы эквивалентом, стандартным английским вы могли бы его заменить. И в этом случае, еще раз я сейчас прокручу на текст, если вам нужно его записать, может быть, по-русски, запишите его. И мы переводим с помощью глагола «to affect». Давайте попробуем перевести это предложение с глаголом «to affect». Я жду ваших переводов. Еще раз вам открыла картинку с текстом. Сейчас у вас появится этот текст. И давайте составим, переведем это с глаголом «to affect». Женщины страдают данным заболеванием чаще, чем мужчины. Причем «эффект» мы возьмем в активном залозе. Пожалуйста, обратите внимание, «to affect» в активном залозе. Я здесь напишу «active voice». «Active voice» вообще в английском языке, еще раз говорю, что глаголы играют очень важную роль. И в медицине очень часто глаголы употребляются в пассивном залозе. Поэтому, если вы не помните эту тему, обязательно почитайте. Мы еще сделаем какие-нибудь вебинары на эту тему. Но обязательно почитайте теорию и ищите все время это в текстах, которые вы читаете. Или в видео, которые вы смотрели. Вот я вам сейчас скажу, как по-английски дословно должно звучать. Вернее, как переделать русское предложение, чтобы правильно его перевести на английский. Мы должны начать со слова «данное заболевание». Мы начинаем, это будет коряво звучать так. «Данное заболевание поражает женщин чаще, чем мужчин». Ольга написала «that disease» или «this disease», «effects». Правильно выбрали третью форму. Да, «women», но мы можем сказать просто «women», да, без артикла. Потому что это женщины вообще. «More often than men». «More often than a man». «That's right», и мы только перед этим не будем ставить запятую. В английском языке не ставится запятая перед чем? Перед «за». Окей, и мы ждем других. Обязательно прописывайте. Даже если кто-то ответил правильно перед вами, прописывайте и проговаривайте. Потому что в этом и заключается смысл живого участия в вебинаре. То вы активно работаете, ваша моторика работает, ваш мозг работает. Если вы еще при этом проговариваете, еще и ваш артикуляционный аппарат работает. Поэтому мы стараемся, прописываем в любом случае. Если даже кто-то перед вами написал. Наталья написала «this disease affects women more often than men». That's right. Марьян написала совершенно правильно. Карина пишет. Совершенно правильно написали. И вот здесь была фишка в том, чтобы перестроить это русское предложение так, как это должно было бы звучать по-английски. Поэтому я часто советую в самом начале, когда у вас этих шаблонов до автоматизма в голове еще нет, и вы встречаете нетипичное для русского построение предложения на английском, запоминайте прямо дословно. Данное заболевание поражает женщин более часто, чем мужчин. Конечно, на русский вы, может быть, выберете какой-то более красивый, более подходящий вариант. Но по-английски оно должно звучать так. И давайте все правильно написали. Еще раз посмотрим, запомним, как это будет. Еще раз обратим внимание, что окончание «s» у нас здесь. Обратим внимание, как сказать более часто, чем. Большинство людей написало «more often than», и это абсолютно приемлемо. Но второй вариант – это «more frequently than». И посмотрите, какой вариант в пассивном зоологии может быть. Как можно перевести, используя пассив? Можно тогда на первое место поставить «женщины». Есть поражаемые или страдающие этим заболеванием более часто, чем мужчины. Вот эта часть «more frequently than men» остается. А здесь у нас пассивный зоолог. Глагол «to be» и третья форма глагола. Are affected by this disease. Для тренировки пропишите теперь вариант в пассивном зоологии. Пропишите вариант в пассивном зоологии. И мы потом потренируемся эту же мысль передавать с глаголом «to occur». А сейчас пропишите с глаголом «to affect» в пассивном зоологии и проговорите вслух. Еще раз. В активе это звучало «this disease affects women more often or more frequently than men». А в пассивном нам нужно начать со слова «женщины», как Эльмира пыталась в самом начале. Только надо поставить глагол «эффект» в пассивном зоологии. Женщины есть поражаем данным заболеванием. Если дословно переводить. Конечно, по-русски мы так не переведем. Конечно, мы переведем более красиво. Но вы должны вначале запомнить вот эту дословную буквальную структуру на английском. Иначе вы все время будете переводить русской калькой. «Women are affected by this disease more often than men». Написала Наталья. Отлично. Сколько и Карина пишут. И все время повторяйте. Повторяйте, чтобы вы запоминали. Чем больше органов чувств вы задействуете, руки, уши, артикуляцию, тем лучше вы запомните. Еще раз. Актив – это «эффект». Пассивный залог – «are affected». И нужно увидеть глагол «to be» и третью форму глагола. И не забудьте предлог «by». Две Ольги написали правильно совершенно. Марьян пишет. Карина пишет. Молодцы. Все активно пишут. И мы с вами думаем, как ту же самую мысль нам передать с глаголом «to occur». С глаголом «to occur». Глагол «to occur» означает «возникает», «встречает». И по сути мы можем сказать, что данное заболевание возникает или встречается у женщин чаще. И это та же самая мысль, только чуть-чуть по-другому выражено. Давайте напишем, кто написал с глаголом «to occur» в двух залогах, в активном и в пассивном. Давайте потренируемся с глаголом «to occur». «Возникает», «встречает». Мысль у нас та же. Мы хотим сказать, что гнекое заболевание, данное заболевание, встречается, возникает у женщин чаще, чем у мужчин. И еще раз мы с вами учимся подбирать синонимы. Учимся подбирать синонимы с одной стороны, а с другой стороны сначала запоминать те слова, которые чаще всего используются в данных темах. У нас тема эпидемиологии, демографические данные. Ольга написала. Прописываем все остальные. И сейчас у вас будет слайд, где мы опять используем синонимы. Вместо слова «women» мы можем взять слово «female». Вместо слова «man» – мужчины, мы берем «male». И эти слова тоже очень часто встречаются в медицинской литературе. И вместо «more often», «more frequently» у нас есть еще один хороший шаблончик или колокация. «More commonly». «Commonly» – очень частая она речь. Оно иногда переводится как «наиболее часто» или «наиболее распространенно» или «распространено». Переводим по контексту. Но используется очень часто. Наталья написала, а Марьян пишет. «This disease occurs in women more frequently than in men». Да, и обратите еще внимание на синоним. И опять все молодцы поставили окончание «s», мысленно заменив «this disease» мисленением «it». That's right. И не забудьте про синонимы. Мы все время смотрим, какие же у нас могут быть синонимы. И последнее. Мы можем потренироваться выразить ту же мысль. С другой конструкцией. С конструкцией «to be prevalent», быть преобладающим, быть превалирующим. И давайте вот такую фразу перейдем. Данное заболевание преобладает у женщин. Данное заболевание преобладает у женщин. И это мы все с вами пытаемся выразить одну и ту же мысль. Одну и ту же мысль. Я смотрю на ответы. Мы используем конструкцию «to be prevalent», быть превалирующим, быть преобладающим. Можно сказать «у женщин», можно сказать «среди женщин». Мы можем использовать два предлога «in» или «among». «In» или «among». Тути написала «this disease is more prevalent in women». Absolutely right. Absolutely right. Пишут Эльмира и Карина. That's right. И Эльмира написала правильно и заменила синонимом слово «women». Заменила синонимом «female». «Female». Две Ольги пишут. Молодцы. Все молодцы. И еще раз посмотреть на конструкцию и посмотреть на предлоги, какие мы могли бы использовать. Итак, давайте еще раз посмотрим, что важно искать, что важно запоминать, на что важно обращать внимание, когда вы читаете. Вот открываете новый текст и сразу подчеркнули себе глаголы, причастие, депричастие, предлоги, с которыми употребляются эти глаголы. Если вы посмотрели частотные слова, для начала вы, конечно, не будете знать, частотные они или нет, но чем больше вы читаете, чем чаще вы их встречаете, вы уже будете видеть. Ага, это словосочетание я уже видела вот в таком варианте. То же самое с колокациями. То же самое обращайте внимание на артикли, на that, which и так далее. Грамматические конструкции, пассив это, актив, какое время. И как вот сегодня мы с вами ищем синонимы. Мы постоянно ищем синонимы. Как же еще можно было выразить эту русскую мысль. Встретили вы через глагол to occur, подумайте, как бы вы выразили с глаголом to affect или с конструкцией to be prevalent и так далее. И так далее. Это мы с вами разбирали раздел эпидемиологии и демографические данные. И следующий у нас раздел это клиническая картина. Клиническая картина по-английски это clinical presentation. Как презентация. Clinical presentation. И часто пишут заголовок клиническая презентация и данные физикального или объективного обследования. Вот так обычно выглядит, во всяком случае в ФЕРе в таком порядке. Clinical presentation and physical findings. Findings это данные чего-либо, анализа, обследования или результаты. А дословно это находки. Дословно это находки. И давайте с вами поищем здесь частотные какие-то глаголы или выражения или слова. Возьмем данное заболевание проявляется. И составим это предложение опять разными путями. Опять разными путями мы можем перевести эту мысль. У нас есть два основных глагола, два основных глагола, как мы можем это сделать. Первый из них это глагол to manifest, то есть проявляться, манифестировать. И используется с двумя предлогами. As в качестве чего-то и с чем-то. Вот давайте составим, переведем это предложение. Данное заболевание проявляется со следующими признаками и симптомами. Переведите, пожалуйста, на русский язык, используя глагол to manifest, to manifest данное предложение. Причем проявляется чем-то, это будет предлог with, как бы с чем-то, проявляется с чем-то. А когда проявляется в виде чего-то или в виде каких-то симптомов, это будет else. Данное заболевание проявляется следующими признаками и симптомами с глаголом to manifest с двумя предлогами with или as. В данном случае я подсказываю, что мы выберем предлог with. И если вы не помните, как пишется со следующими, это the following. И это тоже такой готовый шаблончик. И признаки по-английски обычно. Sign. Sign. Суть и написала. И sign имеется в виду более какие-то объективные проявления, а симптомы более субъективные, жалобы. Окей. Тут я написала. This disease или the disease manifests с. У нас должен быть предлог с. Со следующими признаками и симптомами. Используйте чаще всего это the following. The following signs and symptoms. The following signs and symptoms. That's right. Ольга написала правильно. This disease manifests with following signs and symptoms. Часто ставится артикль определенный перед словом following. With the following signs and symptoms. Потому что они как бы такие конкретные. Да? Мы их будем конкретно описывать. Поэтому мы берем определенный артикль. Все пишут правильно. Ольга, Эльмира, Ольга. Наталья пишет. Мариям еще пишет. И тути. И еще раз обратите внимание, что manifest у нас с окончанием S. Так как disease можно заменить местоимением it. Местоимением it. И еще раз обратите внимание, что здесь готовый шаблон. Практически про любое заболевание, когда мы говорим про клинику, мы можем использовать этот шаблон. Прямо готовое целое предложение. На место this disease мы можем поставить heart failure. Сердечная недостаточность. Или anemia. Iron deficiency anemia. Или psoriasis. Psoriasis. И так далее. И дальше ставим двоеточие и перечисляем симптомы. Ставим двоеточие и перечисляем симптомы. Молодцы все пишут. Молодцы. И продолжаем с вами переводить. У нас с вами следующее предложение. И здесь мы давайте переведем с manifest as. Manifest as. Утомляемость, кто не помнит, это fatigue. Пишется оно очень интересно у нас это слово. Почему тут нельзя использовать is, где? Наталья задает вопрос. Я, пожалуйста, поясните, где именно нельзя использовать? The disease. У нас здесь вообще is нет, потому что is это обычно пассив. Передается. Либо сам по себе глагол to be. Или я жду, пока Наташа, Наталья нам объяснит, какой именно вопрос был. А пока мы продолжаем с вами переводить дальше. И пишем уже с manifest as. И я хотела написать, как будет писаться слово утомляемость. Fatigue. Fatigue – это утомляемость. А дышка. У нас есть медицинский вариант, как dyspnea. А может быть, shortness of breath. Shortness of breath. Например, this disease is. Как по-русски? Как вы хотите? Наталья, напишите, пожалуйста, как вы по-русски полностью хотите описать это предложение. Тогда я вам скажу, почему нельзя. Или, может быть, наоборот, что можно. А пока мы переводим предложение. Данное заболевание проявляется в виде утомляемости и одышки при нагрузке. Кстати говоря, при нагрузке, да, у нас есть, правильно написала тут, The disease manifests as fatigue and shortness of breath with exercise. Правильно. Один из вариантов – это with exercise. При нагрузке у нас существует несколько вариантов. И это будет либо предлог with, либо предлог on. И три варианта. Exercise, exertion и effort. With exercise, with exertion, with effort. Или on exercise, on exertion, on effort. Ольга написала, this disease manifests with fatigue and breathlessness. Отлично. Breathlessness – это еще один синоним. Правильно, выбрали синоним. Display, shortness of breath и breathlessness. Все это у нас одышка. Все это у нас одышка. Молодцы. Молодцы. Все остальные дописывают. Все остальные дописывают. Если что-то будет еще непонятно, вы можете в конце оставить вопросы. И я на них отвечу, может быть, либо в отдельном видео, либо вам, если вы у нас в группе ВКонтакте, вам личное сообщение. Если есть какие-то вопросы, которые были непонятны. И мы посмотрим вариант правильного ответа. Вариант правильного ответа. И мы сказали, это могут быть варианты разные. И вы мне здесь их написали. Разные варианты. Manifest as fatigue and shortness of breath with exercise, написала Наталья. Карина написала правильно. Еще раз. Значит, запомнили. Одышка – это dyspnea, shortness of breath for breathlessness. Breathless. That's right. И мы с вами переходим к следующему слайду. К следующему слайду. И здесь у нас возможность выразить мысль. Проявляется какими-то симптомами. Второй глагол – это to present. С теми же двумя предлогами. Манифестировать в виде чего-то или презентировать в виде чего-то или с какими-то симптомами. То есть, в принципе, мы могли бы то же самое составить с глаголом present. Это первый вариант с предлогом – with. И второй вариант с предлогом – as. This disease presents as fatigue and shortness of breath with exertion. Это один из возможных вариантов. Один из возможных вариантов. Это мы с вами разобрали три раздела, три секции основных. Первый – это definition – это было определение. Второе – это эпидемиология и демографические данные. Epidemiology and demographics. Третий у нас был clinical presentation and physical findings. И теперь мы поговорим о диагностике. О диагностике, какие часто используются слова в разделе диагностики. И еще раз я подчеркиваю, почему я вам говорю про эти слова именно. Потому что они используются наиболее часто. И в первую очередь нужно запомнить и научиться использовать их в устной речи, когда вы делаете какую-то презентацию, в письменной речи. И обращать на них внимание. Потом вы постепенно будете добавлять к этому скелету, к этой основе какие-то более сложные или редко встречающиеся конструкции. Но на самом деле большинство, большинство спикеров, если вы смотрите медицинские видео, используют в своих презентациях именно эти слова. Поэтому запомните в первую очередь и научитесь их использовать в своей практике. Окей. И мы с вами будем сейчас здесь, в этом предложении, искать глагольную конструкцию. И будем искать полезное словосочетание. Напишите, пожалуйста, какая здесь есть глагольная конструкция или глагол. И какое есть полезное словосочетание. Я жду пока ваших ответов и зачитаю это предложение. The diagnosis is usually made on clinical grounds. The diagnosis is usually made on clinical grounds. Окей. И я жду ваших ответов, чтобы вы нашли мне глагол и нашли мне словосочетание, которое полезное и оно достаточно часто встречается. И по-русски это мысль, которая звучит так. По-русски эта мысль звучит как. Диагноз обычно ставится или делается на основании клиники. Или на основании клинических данных. Или клинических. И давайте посмотрим, какие у нас есть ответы. К примеру, написала made. Давайте напишем прямо как вот здесь. Is made. Ольга написала глагольная конструкция. Правильно. И это у нас пассивный залог. Тутя написала Карина. Is made. That's right. Is made. Это пассивный залог. И clinical grounds. Причем сразу с предлогом запоминать. Что такое полезное словосочетание? Ну, которое достаточно часто встречается. И вы могли бы его использовать, когда вы хотите перевести свою какую-то русскую мысль. Вот я, например, когда первый раз увидела это, подумала, вот, очень удобно его использовать, когда я хочу сказать, что на основании клинических проявлений каких-то. На основе клиники. И прямо с предлогом. Все правильно, только еще лучше, если вы запомните on clinical grounds. Оно используется вот в таком устойчивом виде. Ни плюс, ни минус нельзя сделать. Только on clinical grounds. Обязательно с предлогом on. On clinical grounds. Запомните именно в этом виде. Именно с предлогом on. Окей. И давайте еще раз посмотрим, что is made – это пассивный залог, а время у нас present simple. И формула, еще раз формула, как это образуется, это глагол to be. Субе в настоящем времени у нас имеет три формы. And is the are. Третья форма глагола, неправильного глагола. Make – это неправильный глагол. Поэтому мы взяли третью колонку из таблицы неправильных глаголов. И это made. И вот еще раз, это коллокация. В данном случае это устойчивое словосочетание. Мы не можем его поменять. Только так. On clinical grounds. On clinical grounds. Окей. И есть похожее словосочетание. Когда без слова clinical. Когда мы хотим сказать на основании чего-то. Ground – это изначально, ground – это почва. Поэтому я вам здесь поместила картинку почвы. Потому что ground – это почва. И дословно это на почве чего-то. Например, у нас могут быть такие выражения. Сейчас, just a minute. Вот давайте еще раз посмотрим на один пример. Пример с вот этой конструкцией. Только уже не on clinical grounds. А on the grounds of. On the grounds of. Я вам подсказываю, что здесь у нас это сочетание. On the grounds of. И здесь у нас несколько конструкций с глаголами. Несколько причастей. Несколько причастей. Или образованных от глаголов определений к существительным. И есть глагол. Давайте еще раз. Вот здесь их много. Поэтому давайте их все найдем и переведем. Давайте их все найдем. Найдите мне, пожалуйста, все от глагола и от глаголов образованные слова. В этом предложении. Я его пока прочитаю. Пока вы мне пишете, я его прочитаю. Тут нам надо, правда, подправить. Поставить точечку, потому что в английском языке это не запятая. Это точечка. Эта ошибка надо будет подправить. Еще раз. Я сейчас посчитаю, скажу, сколько здесь должно быть от глаголных всяких конструкций. One, two, three, four. У вас должно быть четыре слова, образованных от глагола. И ищем, и пишем. И пока вы пишете, я еще раз повторяю, что на основании клиники это on clinical grounds. Только так и никак иначе. А на основании чего-то это on the grounds of. On the grounds of. И все время grounds, множественное число. Множественное число. Окей, все у нас пишут. Ищем глаголы. И слова от них образованы. Их должно быть четыре. Их должно быть четыре. Окей, немножечко у нас идет задержка. Вот Ольга написала. Ольга написала, that's right, carried out, suspected, diagnosed и accounted. That's right. Другие участники тоже пишут. Мы договорились, что даже если впереди вас кто-то написал, мы все равно пишем, чтобы лучше запомнить. Мы все равно пишем. Окей, и сейчас будет слайд, где я все это выделила. И просто показываю вам, как эффективно работать с текстом. Особенно в начале. Конечно, когда вы уже будете хорошо ориентироваться, или вы знаете эти конструкции, нет необходимости их выделять. Но для начала, если вы встретили их недавно, или хотели бы лучше запомнить, выделяйте. Так у вас мозг лучше их запоминать. И давайте посмотрим, как мы их переводим. То есть первое, carried out, мы перевели как дословно, это аборты. Аборты, произведенные, выполненные. И вот наша конструкция on the ground of. На основании, suspected, это предполагаемого, или подозреваемого. Diagnosed, это диагностировано. Диагностировано, это все у нас пассивные причастия. Они образованы. Глагол плюс окончание идти. Поражение плода. И основной глагол, это составили. Составили, или доля составила. Accounted for. Здесь надо запомнить, что после аккаунта в этом значении всегда идет предлог for. Accounted for. Окей. Я часть пропущу слайдов, потому что уже времени много, а у нас еще заданий много. Вы сможете потом, может быть, презентацию еще раз просмотреть, и сами поищите. Поищите, я просто вам еще раз покажу, что вот здесь у нас тот же on the ground of встречается. И я выделила вам глагол. Глагол is prohibited, is prohibited. Окей. И еще у нас есть один пример. Один пример с этим выражением. Еще один пример с этим выражением. И давайте здесь тоже задание мы выполняем. Ищем, где это конструкция on the ground of. И глагол was arranged. И здесь встречается выражение severe chest infection. Severe chest infection. И я просто для справки к тому, что, обратите внимание, у нас здесь над табличкой написано vocabulary plus grammar. То есть мы все время пытаемся одновременно расширять и словарный запас, и грамматику. И вот встретилась нам severe chest infection. Chest дословно это грудная клетка. И вроде бы дословно оно звучит как инфекция грудной клетки. Поэтому я вам еще подобрала здесь определение. Определение, что такое chest infection. И это, по сути, респираторная инфекция. Респираторная инфекция. И почитайте попозже это определение. Какими словами выражается это определение. Окей, а мы с вами переходим дальше. Переходим дальше. Здесь моя любимая картиночка Lego English. Те, кто были на первом вебинаре, помнят, почему я ее использую. Почему я использую эту аналогию Lego English? Потому что мы с вами в первую очередь ищем какие-то универсальные элементы. Элементы, которые мы можем применить, рассказывая о многих заболеваниях. И в плане диагностики мы сейчас с вами в разделе диагностика. Это слово diagnosis, диагноз и глагол to make. Они являются у нас универсальными. И мы с вами, по-русски это переводится как диагноз ставится, диагноз делается, диагноз устанавливается на основании чего-то или на каких-то данных. По-английски это the diagnosis is made on. The diagnosis is made on. Это пассивный залог. Пассивный залог. Окей, это пассивный залог. И еще раз показываю картиночку, что вам нужно искать и запоминать. Еще раз картинка, что мы ищем, что мы запоминаем. Такой у нас алгоритм, схема действий. И давайте мы с вами в этот раз поищем синонимы. И может быть вы сами мне напишите, как бы вы могли бы подобрать по-другому, как вы могли бы выразить по-другому, диагноз ставится на основании тени. Мы с вами сегодня разобрали новое выражение on clinical ground. The diagnosis is made on clinical ground. А вы мне напишите по одному своему варианту. По одному варианту, как бы вы перевели, диагноз делается или ставится, или устанавливается на основании клиники. Как бы вы могли выразить эту мысль. Окей, пишет Ольга, пишет Марьян. Я жду ваших ответов. Какие варианты вы могли бы использовать. И потом покажу вам, какие я варианты подобрала для вас. Все они очень частотные, то есть используются часто. И мы с вами говорим о том, что важно знать и запоминать и замечать, когда вы в текстах встречаете синоним. То есть вот вы прочитали ту же мысль, выраженную другими выражениями. Запишите себе где-то. Запишите и проговорите, посоставляйте свои примеры с этим. Марьян написала, что диагнозис is made on clinic. On clinic, редко мы просто on clinic напишем. Мы, может быть, on clinical presentation напишем. Или on clinical manifestations. Можем написать. On clinical signs and symptoms. On clinical suspicion, может быть. Ольга написала как раз то, о чем я говорю. The diagnosis is made on clinical manifestations. Вполне можем написать. Вполне. И пока другие пишут. И посмотрите. Даже если вы свои примеры не придумали, посмотрите на слайд и пропишите еще раз. А я их проговорю вслух. The diagnosis is made on the clinical presentation. Можно было бы сказать clinical manifestations. Manifestations во множественном числе обычно используются. The diagnosis is made clinically. Просто делается клинически. Ставится клинически. Взяли на речи clinical. Или на основании чего-то. On the basis. On the basis это на основании of typical clinical presentation. On the basis of typical clinical presentation. Кари написала тоже, кстати, хороший вариант. Состоит в основном из. That's right. Мы сегодня как раз, я с кем-то из студентов, мы разбирали. Consists primarily of. Диагноз преимущественно. Мы говорили про анемию. Брали как раз статью про железно-дефицитную анемию. Из справочников или и там был такой оборот. Consists primarily of laboratory evaluation or test. Что-то такое. That's right. Молодцы. Все правильно пишут. Давайте посмотрим следующий слайд. И у нас опять-таки могут быть варианты. Давайте вместе посмотрим. Это может быть made и после него предлог on с различными выражениями. On the basis of. На основании чего-то. On the grounds of. Опять на почве, на основании чего-то. Базируясь на based on. И при помощи чего-то made by. Made by. И еще немножко практики. Почему практики? Потому что практика. У нас есть красивое изречение на английском. Practice makes perfect. То есть только благодаря практике, благодаря тренировке мы добиваемся совершенного владельничья. Поэтому practice, practice, practice. И у нас есть еще один оборот made by. Давайте посмотрим made by. Made by. И давайте одно предложение переведем. Диагноз ставится с помощью ультразвукового исследования. И напишем, переведем, используя слова ultrasonography. Ultrasonography и предлог by. By диагноз делается, диагноз ставится с помощью ультразвукового исследования. Как мы это напишем? Окей, я пока жду, пока вы отвечаете. И дам вариант ответа. И дам вариант ответа. The diagnosis. Кто-то дописывает или просто сообщение может быть чуть-чуть позже приходит. И мы говорим про ультразвук с использованием предлога by. Is made by. Еще один хороший шаблончик делается с помощью чего-то. Is made by. Is made by. Окей. И у нас is made by ultrasonography. Несколько есть у нас таких вариантов. Мы можем, например, вот такой пример с вами еще посмотреть. Когда после предлога by, после предлога by, вместо существительного используется, используется герундий. Сейчас уже мы не будем разбирать эту тему, но это глагол в синговом окончании. И в данном случае is made by eating. Путем получения образцов. Sample of path, гной, blood, кровь, urine, secretions from the nose. И еще один пример. Еще один пример. Обратите внимание, что здесь тоже используется предлог by и герундий. By и герундий. By using. А я смотрю ваши ответы. Да, Эльмира написала правильно. Марьян написала правильно. Две Ольги написали правильно. Карина написала правильно. Все абсолютно правильно написали. Diagnosis is made by autosynography. Это у нас вариант перевода на первое. А здесь у нас предложение. The diagnosis is made by using blood tests, x-rays, computed tomography and magnetic resonance imaging. И давайте посмотрим еще последний вариант, как можно сказать, диагноз ставится с предлогом from. И что мы можем здесь взять? Здесь мы можем тоже посмотреть примеры. Пример, например, the diagnosis is made from symptoms. Складывается из чего-то. Из made from symptoms. Если вы их сразу все не запомнили, можно просмотреть потом определенные кусочки презентации. И еще раз посмотреть все шаблончики или все флише. Это самые частотные, когда мы говорим о диагнозе. Когда мы говорим о диагнозе. И еще раз после предлогов. После предлогов мы используем либо существительное, либо герундий. То есть форму глагола с тинговым окончанием. Итак, здесь у нас две картинки. Start и finish. И это относится и к нашему проекту 21 день, и к нашей презентации. И я еще раз хочу сказать, что старт всегда как бы сложно его начать. Еще сложнее, наверное, дойти до конца, дойти до finish. Но тем не менее, когда мы доходим, мы счастливы, да, мы рады. И в принципе, к каким бы результатам мы не пришли, все равно это результат. Особенно в плане изучения языка. И хочу сказать, так как это journey у нас, а не destination, это у нас процесс, это путешествие. Мы все время будем повторять эти циклы. Будем что-то начинать, что-то заканчивать. Что-то начинать, что-то заканчивать. Так как это путешествие. Это путешествие, а не пункт назначения. А не точка, да. И еще раз, если вы со мной все-таки согласны, напишите мне. Согласны ли вы с тем, что изучение языка, изучение языка и родного, и иностранного, это процесс. Это процесс, это не пункт назначения. У нас есть какие-то промежуточные пункты назначения. Какие-то станции, которые мы проходим, какие-то вехи, да. Но сам по себе это процесс. Это процесс. Если вы согласны, напишите. А я покажу вам пока следующий слайд. Еще немножечко, и мы закончим. Ольга написала, I completely agree. Марьям написала, I completely agree. Ольга, I agree with you. Тути и Карина пишут. И пока, I absolutely agree, Тути написала. И пока девочки пишут, у нас есть еще слайд, где написано, what's next. У нас закончил марафон, да. Карина написала, I agree with you completely. Thank you for a great job. Thank you. Thank you very much for participating in this event. For taking part in this event. For being involved in my job. Окей. Оля пишет еще одна. Ольга и Эльмира. И мы говорим о том, а что же нас ждет впереди. What's next? 21 день прошел. Кому-то это помогло сформировать привычку. Кто-то еще раз понял, что ну не успеваем, не можем, не получается регулярно. И Эльмира написала, yes, I agree with you. Не важно. И это не важно, получилось ли все, получилось ли частично, получился ли отрицательный результат. Отрицательный результат – это тоже результат. Это возможность опять вернуться к очередному старту и дойти до очередного финиша, да. Потому что наша жизнь, она циклична. Она циклична. И давайте посмотрим, какие варианты будущих занятий, будущих занятий английским языком, в частности медицинским, есть у нас. А самое главное, самое главное, запомнить, что ключ к успеху – это полюбить то, что вы делаете. Особенно, если это процесс долгий. Обязательно нужно научиться получать от этого удовольствие. Что я и пытаюсь привить, объяснить своим студентам, да, своим студентам и всем, с кем я общаюсь. Что просто научитесь получать от этого удовольствие, чтобы это было не очень трудно, не очень скучно. И тогда вы будете этим заниматься с удовольствием. Каждую свободную минутку будете использовать для того, чтобы расширить свои знания английского. Тем более, что перспективы сейчас у современных врачей, у тех, которые знают английский, они действительно намного, намного больше. Намного больше, чем у тех, которые не знают английский, это уже требование времени. И у нас есть две опции. Есть бесплатные опции. И сейчас я вам покажу слайдик, просто чтобы вы знали, все ли вы их используете. И заодно расскажу чуть-чуть о наших будущих планах. Мы с вами в ближайшее, в очень ближайшее время откроем другую закрытую группу. И будем вместе с вами проходить кембриджский курс English in Medicine. Часть видео уже есть на канале на YouTube, есть на нашем сайте Medical English. На сайте Medical English разобрано, наверное, больше 40 уроков. Но весь курс мы еще не прошли. На канале есть, наверное, может быть, 5-6 уроков. И мы откроем группу, где будем раз в течение недели вы будете смотреть эти видео, разборы, заглядывать на сайте, какие есть пояснения к этому. И в группе мы с вами будем, как и в предыдущей группе, обмениваться заданиями и ответами на задания. Для того, чтобы стимулировать вас к изучению английского, то, чтобы вы не бросали курс хороший. Он дает хорошую базу тем, кто еще не занимался и помогает восполнить пробелы тем, которые занимались. Он не будет лишним даже для тех, кто неплохо знает медицинский. Третья опция. У нас есть еженедельные уроки. Они бесплатные по email. Небольшие, коротенькие уроки, которые вам помогают поддерживать Томас. Подписаться на эту рассылку можно на сайте. На сайте также есть у нас масса другого полезного материала, который можно разбирать самостоятельно. И есть материал, который мы публикуем в ВКонтакте и в Facebook. Под этим видео у нас будет запись этого вебинара. Я все ссылочки добавлю. И у нас есть платные опции. У нас есть платные опции, но по очень приемлемым ценам. По очень приемлемым ценам, тем более, что есть все время какие-то предложения. Для тех, кто занимается самостоятельно, есть модули в группе ВКонтакте. У нас есть описание всех вот этих модулей. Они подходят для самостоятельного изучения, для тех, кто привык. Там входит много очень поясняющего материала и легко разобрать. Если непонятно, всегда можно написать мне сообщение. Я сделаю для вас дополнительное видео с пояснениями или отвечу вам на вопросы. Я бы рекомендовала все их пройти. Все их пройти, чтобы составить целостную такую картину. Целостную картину. Дальше у нас есть и будут вебинары. Вебинары по очень невысокой цене, где мы будем в таком же формате, как сегодня, выбирать разные статьи, разные видео. Это тоже интересно. И есть групповые занятия по скайпу. Они у нас не всегда проходят, но периодически тоже бывают. Например, Марьям принимала участие. Из тех, которые здесь у нас, наверное, из наших групповых занятий никого больше нет. И вот такие у нас есть опции. Просто, чтобы вы их знали и выбирали то, что вам подходит. Есть много и бесплатных материалов, и платных по очень невысокой цене. И еще раз, вот здесь у нас разные ссылочки. Под видео будут тоже ссылки. И напоминаю, что здесь можно скачать учебник Ferris Clinical Advisor. Очень хороший учебник для того, чтобы развивать свой язык. Миллион статей по разным нозологиям. Если вы их даже будете понемножечку читать, читать так, как мы сегодня с вами разобрали, результат будет супер. Результат будет супер. Пожалуйста, еще раз я сейчас посмотрю. Многие, будет ли, Ольга спрашивает, будет ли цикл по лорболезням. Будет. Надо только на это найти время. Обязательно будет. В планах много, много чего. Но еще раз, смотрите, я всем говорю. Проходите все циклы. Все циклы, все модули. Почему вы, вот если вы сейчас обратили внимание, мы в них делаем акцент на частотной темы. Они вам пригодятся по любым специализациям. И по кардиологии, и по риноларингологии. Понятно, что какие-то термины есть в каждой дисциплине. Но когда вы знаете основу, их перевести, их найти, их запомнить несложно. Поэтому, если есть возможность, проходите постепенно все модули. Окей, мне было очень приятно со всеми потрудиться. В час мы опять не уложились. У нас это заняло полтора часа. Но я думаю, что всем это было полезно. Если было полезно, поставьте десяточку. Поставьте десяточку, если вам это было полезно. И мы с вами будем заканчивать. Будем заканчивать эту презентацию. Сейчас я перед заключением еще раз перейду на видео. Чтобы мы с вами попрощались. По-человечески так. Только закрою презентацию. Вот, все. Закрыла презентацию. Можно еще раз посмотреть друг другу в глаза. Но я вас не вижу. Но некоторых из вас уже представляют. С Марьям мы встречались на групповых занятиях. В сути мы занимаемся. Давно и часто видимся регулярно. Остальных я могу многих представить по профилям ВКонтакте. Так как мы 21 день были вместе. Окей. Поэтому, если вам это занятие было полезно, поставьте десяточку. Чтобы я знала, планировать ли нам другие такие же вебинары. Мы их будем немножко по другим темам проводить. Скорее всего, по конкретным статьям и по конкретным видео. Здесь у нас было такое общее, частотное. Мы будем разбирать конкретные статьи, видео и искать в них самые лучшие зернышки. Большое спасибо всем. Все поставили. Тути даже поставила 100 вам. Спасибо Тути за поддержку. Всем большое спасибо за участие. Очень рада была с вами поработать сегодня. И ждите сообщения про новую группу, где мы с вами не сдаемся. Мы продолжаем. Чуть-чуть реже будем переписываться. Раз в недельку. Но будем продолжать развиваться. Наталья написала. Отлично. Пусть будет больше вебинаров. Это очень полезно. Согласна. Согласна. Всем большое спасибо. У нас в итоге, по-моему, остался женский коллектив. Женский коллектив. Но будем надеяться, что к нам присоединятся и мужчины в следующий раз. Так как мужчин врачей немало. И думаю, всем им полезно знать медицинский английский. Всего доброго. До встречи. До встречи в группе. До встречи в следующем видео. Подписывайтесь на рассылочку, чтобы у меня были ваши контакты. И вы не пропустили объявление про какие-то интересные события. Все. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...